Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Ездры. И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Вот так исследователи этой книги описывают содержание этой главы. Шестой главы. В главе 3 мы прочли о том, как торжественно закладывали основание храма. Из главы 4 и 5 мы узнали, что он медленно строился, ибо ему пришлось столкнуться с оппозицией. А в данной главе мы узнаем о том, что со многими восклицаниями и почестями был положен последний камень. И даже мы, находясь на большом временном расстоянии, можем воскликнуть «Благодать! Благодать Ему!». Работа Бога совершена, она может медленно продвигаться, но обязательно будет завершена. В данной главе подробно излагается указ Кира о строительстве храма. Указ усилен новым повелением Дария завершить это дело. Благодаря этому работа была закончена. По окончанию строительства храм был торжественно посвящен, об этом говорится в 16-18 стихе, о торжественном освящении храма и посвящении этого места Богу. И в знаменовании этого торжественного события была совершена Пасха. Об этом говорится с 19 по 22 стих. И теперь можно было сказать, что в Иудее и Иерусалиме все хорошо. Мазал тоф. И мы читаем 6 главу. «Тогда царь Дарий дал повеление и разыскивали в Вавилоне, в книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден в Экбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток. И в нем написано так. Для памяти. В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о Доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы. И пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей. Ширина его в 60 локтей. Рядов из камней больше три. Больших три. И ряд из дерева один. Издержки же пусть выдаются из царского дома». Оказывается, царский дом брал на себя издержки по установлению храма. «Да и сосуды дома Бога, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое и помещены будут в Доме Божьем». «Итак, Фанай, Заречный области начальник и Шефар Бознай с товарищами вашими Афар-Сахеями, которые за рекой, удалитесь оттуда. Не оставляйте работы при всем Доме Божьем, пусть иудейские области начальник, иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его». То есть те, которые мешали, должны были удалиться, а строительство должно было продолжаться. Церкви мешают очень многие люди на протяжении всей ее истории. Но что осталось от этих людей? Прах и тлен. А церковь, как она существовала, так она и существует. Иногда, конечно, нам кажется, что мы живем в какие-то такие времена, где атеизма значительно больше, чем в прежние времена. Но почитайте романы XIX века, XVIII века, и вы увидите, что безбожников-атеистов хватало во все времена. А церковь Божия, как она стояла, так она и стоит. От востока до запада велико и славно имя Божье, как сказано у пророка Малахия. «И на каждом месте воскуряется фимиам имени Божию», то есть в формате христианских храмов. Итак, Фавнай, Заречный области начальник и Шефар, познай с товарищами вашими Афар Сахеями, которые за рекой удалитесь оттуда. Не останавливайте работы при всем Доме Божьем, пусть иудейские области начальник, иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его. «И от меня дается повеление о том, что вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия». И именно, далее перечисляется. То есть речь идет о том, что те, которые были против построения храма, восстановления храма, они должны были удалиться, но еще при этом брать на себя тоже какие-то издержки. Какие? Из имущества царского, из заречной подати немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. Каждая область собирала подати для царей Вавилона и Персии. И был приказ прямо из этой подати давать деньги на построение храма, чтобы работа не останавливалась. «И сколько нужно тельцов ли или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масло, как скажут священники Иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его». «Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины». То есть такого человека надо повесить на бревне. «И Бог, которого имя там обитает, да не зложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо». И так вот обнаруживаются письма, обнаруживаются указы разных царей, разных правителей, которые настаивают на том, хотя они язычники, чтобы дом восстановили, и там бы молились за царя и его сыновей. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что когда евреи выходили из египетского рабства, это стало известно всем-всем окрестным народам. И молва об этом, она распространилась по многим землям, племенам и языкам. Поэтому все понимали силу бога еврейского народа, во-первых, который проявился над богами Египта, когда в каждой из десяти казней опрокидывался культ какого-то египетского бога. И здесь прошение, чтобы оно в точности исполнялось о восстановлении храма. Я уже объяснял неоднократно, что язычники признавали всех богов, но настаивая на построение Иерусалимского храма, они как бы признавали могущество бога евреев. Тогда Фавнай, Заречный области начальник, Шефар, Бознай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. То есть все интриги, они перестали плести и как бы смирились. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка, и Захарии, сына Ады. Пророки своими предсказаниями, они вдыхали надежду в сердца верующих. И построили и окончили по воле бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. То есть мы видим, что такие указы давал и Кир, и Дарий, и Артаксеркс. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, то есть строительство храма закончилось, в шестой год царствования Дария, и совершили сыны Израилевы, священники и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома Божия с радостью». Это действительно великая радость начать дело, посвященное Богу, и довести его до конца. К сожалению, многие верующие люди, да и неверующие, начав какое-то благое дело, не всегда доводят его до конца. Поэтому очень важно, когда с Божьей помощью, начав что-то делать, мы доводим это до конца. «И принесли при освящении сего Дома Божия сто валов, двести овнов, четыреста агнцев и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых». То есть здесь молились за каждое колено, за весь народ, но молились и за царей, и их детей. «И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме», как предписано в книге Моисея. То есть были череды установлены для священников, каждый священник принадлежал какой-то череде, и левиты тоже они пели попеременно. Далее говорится о праздновании Пасхи. Вот так получилось, храм восстановлен, и как раз Пасха. «И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты». С одной стороны, Пасха совершается потому, что в 14-й день первого месяца, но это не единственная причина. «Потому что очистились очистились священники и левиты, и все они, как один, были чисты». Вот главное основание для праздника. Не календарное совпадение, а потому что очистились священники. «И единодушны, как один человек, все чисты». «И закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих, священников и для себя». Священники должны были совершать заклание животных, и когда речь идет о пасхальной трапезе, то заколотый ягненок, он съедался за этой трапезой с горькими травмами. «И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли». То есть сначала мы видим тут как бы те, которые возвратились из переселения, они очистились, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли. МХАРЭЦ, люди земли, это язычники или полуязычники. И вот те, которые отделились от их образа жизни, они могли вместе с священниками или левитами праздновать Пасху. И все, которые отделились от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву, потому что нельзя совмещать поклонение разным богам и поклонение истинному Богу. В теперешней ситуации это применимо к словам Христа. Невозможно служить Богу и Мамоне, то есть Богу и собственному кошельку Мамоне. «И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева». То есть причин для радости было много. Это и милость царя Ассирийского, окончание построения храма. Храм – это источник радости для древних евреев. Кстати, в христианстве храм не является таким же центром духовной жизни, как в иудаизме, как в ветхозаветные времена. В 400 первых лет христианской истории христиане вообще жили без храмов. Никаких храмов не было. Были домашние церкви, домашние группы, где собирались верующие. Первые христианские базилики появляются при императоре Константине. Конечно, на периферии могли они раньше появиться. Но, скажем так, первые четыре столетия, ну, как минимум, три столетия с половиной никаких храмов христиан не было. В христианстве вообще есть такое понятие, что каждый христианин есть храм. А слово «церковь», «экклесия» никогда не означало «здание». Церковь – это собрание. Собрание. А храм – это здание, где собираются верующие. И мы, христиане, знаем, что в последние времена у нас тоже не будет никаких храмов. Мы вернемся как бы к первым временам христианства. Например, в Древнем Риме христиане молились в катакомбах. Почему в катакомбах? Потому что это места захоронения, там никто не имел права обнажать оружие. И мы не должны слишком приходить в отчаяние. У нас могут отобрать все храмы. Я помню, когда был восстановлен храм Христа Спасителя, один из заместителей, Геннадий Зюганова, по-моему, из Нижнего Новгорода, он дал интервью. Ну, восстановили, восстановили. Мы потом его отберем и опять взорвем. Взорвать здание можно. Можно даже убить священника. Но убить веру в народе невозможно. Можно осуществлять расправу над нашими телами, но как одолеешь душу? Душа народа – это вера народа. Итак, сегодня мы с вами, братья и сестры, окончили изучение 6 главы 1 книги Ездры. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 7 главу этой книги. Спасибо вас, Господь, и берегите себя.